Девушки отдыхают 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 С точки зрения древности и китара, это был очень важный развитие рокового музыки. Никакого просто подхупил, на который неустанно набаловался и через танцы, потому что это был основ, где храло. Мы были в старых Теплицах в центре, где эти склепы просто... Будь там было углой или праздной, а когда было праздной, то там была разрушена, что одна засудка уже съела. В течение 80-ти, 4-5-6, когда шло по старых Теплицах, то в другом склепе кто-то до этого млотил. Достало это больше тлак, а всегда связано с тем, что человеку 20. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свалы, инлайны, просто спорт, чтобы выглядеть хорошо, потому что к тому пациенту, специально к металу. Моя бабочка мне в 1985 году, в 2004 году, делала прукованные колхоты. Мел я било-модрый, черно-билый, все возможные, пирамиды, из Маджарска, самозвеннее. Я это учитываю, мне это очень нравится. До днешка мне это нравится. В этот раз, когда я стараюсь делать эту музыку, всегда колорировал о какой-то пруше. Мы о том вообще не думали, нам это нравится, было в нас, мы хотели это достать себе вен, хотели мы это дать достать ним. Я это такой револтующий приступ к жизни, мы вообще не решили, если нам это некогда закажут, не закажут, если будем мы можем играть, не будем мы можем играть. Музыка. 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 Каждый, к себе сыгран, я даю еще больше, чем больше! Когда играл тогда, всегда было зло. Вечно это никому не было. Впочталке, когда начали 1981-1982 года, а ещё вот 1983 года, мы поставили в салях, чтобы сорок сидеть. Каждый был сложный попрask, заказ храня. Повинал, когда мы с Тором храли у Пратиславы на Бутковой дороге. Велкий афитатр. Но, конечно, опять же, это никому не ходило до краму. Так что вышел великой членок в родном праву, который называл КУЛТ НАСИЛЮ и СМИТИ. ПРОЧ? Он звонит на один телефон, он говорит, что он говорит, что у Торома, что происходит? Он говорит, что руд не может, что сыр русский прав. И я ответил, что я с ней пошел на это, он говорит, что же. Что мы будем брать? Мы об Crowd1х Republicа развернули, а мне кажется, что я согласен со шеф-редактором. Я пошел с РУКОЛАВ, а он смотрит как на блазна, но кто-то тут человек просто плакал за нессмысл! Нас не дает мне обрадовать всех и развести на облеве, что РУКОЛ МАВ, чтоб РУКОЛАВСМА поражен, что все нет, потому что они шеф-редакторы на меня обрадуют. Но это было тем, что в 2008 году, когда это было 1888 года, это было в целом обслуживании. Это всегда основа. Я думал, что когда я буду видеть, что я буду видеть, я буду видеть. А я видел, кому я буду давать. А тем людям я просто хотел давать. Я это делаю сегодня. Днажды уже все равно. Но, конечно, кабал всегда давит много людей. А тем не тем людям я хочу давать, пока не хочу. Так я рад, что это еще функция. И кабал. Что ты можешь планировать? Да, ничего. Просто влажешь некуда и... Захарайки биггбинг. Само зимой защищает мне спусту людей. А тем, что это засты, тем, что тебе давать, тем, что тебе давать. А мне все больше всего на этом брало. Биггбинг. Тем буду давать, а тем срадчу. Треба были вытаскивать... Трен день были сингли. А нахранили ЛП. Это было благородительная диска. Это было злише сну, но в общем не шло. Было бы зазрак, когда мы могли бы по-другому кое-какамарады разобраться. Это было очень часто, но в большинстве было много людей, кое-какамарадов и все-таки. И там просто мы играли для кое-какамарады. Снад проблемы будут поменять, но так, как и так, моментально, в институте, а также некоторые люди в институте тихо музей целеприруют и потом объявляют, что один человек хватает на то, чтобы это зашел 50-ти. Это не может продолжать больше. Когда мы будем делать что-то, мы не можем ничего делать, а нас тоже не превосходят. Это было очень весело. Это был шок, потому что было много лет, два года, с этими дверьми десками, много энергии. Радигас, это превосходило, а уж ту мани, вы продавленные хали, пленные хали. Все было так, как, когда я помню, я был младен и не забывал, чтобы это не было успешно. Я не думаю, что это было бы не успешно. В рамке фанушковской, послушательской церкви, в Чехах был очень сильный потенциал людей, которые интересуют эту музыку. И если мы не помню, попробовал, что-то это было бы интересное. Почему я знаю, что ли? Я жил на свете, как то, как там слэйт, свит, в течение годоза, битлс, а мой брэха, что я нашел браку, а мой брако с меню зимой оповых песок. Но я не знал, что ческая капела, как грают роковую музыку, я не знал ческую роковую капелю, безо нам не знал ческую роковую капелю. Мога я катапол был, первым, как будто я фиш когда-то и мне то развивал, А как спустили «смок» на «water» влаки в лаве, в ту минуту я увидел, что нужно заложить капелу. Это страшно. Мы у нас в школе с клубами, на шпанельский, на катапульт. Мы взяли какую-то китару, а мы делали, что мы делаем катапульт. Каждый капелл решила проблему. Это был большой проблем, а мы нашли проблему в Теплицах в Югославской улице, в Теплицах и в Теплицах. Мы надеялись кушебну. Мы поставили бубны, и эти летованные бедны, 50-ти прахов, и моно-50-ки, и зесилователи, как мы это там вооружили. Нас там оттуда так выходили, что на нас тяжелые две родины. Так мне ненападло ниже, чем разобьем окна. Они собрали нас на полицию, выщетровали нас. Я сам заставил, как я мог, а также, и на это один раз затлали, так он разобрал, и мы признал, что мы были мы, что мы эти окна разбили. Мы шли на суде за это. Так что я получил подминку, как вытряга. Мы были вытрягацы. Культурный дом на Хощ. Это памятное место, где были маленькие, рокеры, который мы называли «Генерация». Это тяжелый коммунизм, глубокая totalита, а рокеры были в великой трне фоке представители технического режима. В этом культуре было 450 людей, а 50 людей там не достали. Уже завзели ступ, а люди уже не могли видеться там. Там я пил пиво, а кушал сигареты. А брак на тебе не дохліжел? Дохліжел, а дали мне пиво, а сигареты, а я на них не сказал. У МОТОР БАНДУ мы попробовали, а у МОТОР БАНДУ было просто так, что все хотели быть, все хотели быть вымаканы, хотели уметь добре хранить. Это был наш сын. У пруходов мы повесили один плага, что generация влагошти, а люди это продавали между собой. Устной пропагандой были нарваны сайли. В 1983-1984 зашли умирать по собе русские президенты. В общем, в четвертех один из этих президентов и в паттех мы могли хранить. Но люди не понимали, что хранить не будет, так приезжали 400, 450, 500 людей, а здесь просто что-то не будет. Что просто чай не будет. Ну так манички были наштваны, если бы я был просто насранный, так смутные влажки из тих стожаров шли до той весницы, сервали, сломали. Мы достали от официальных урадов заказ чинности генерации. Доброе, мы можем пременовать. В 1984-м в Маѓарске, в Маѓарске, где режим был волнейший, чем в Ческословенске, или в Ческословенске, концертовала скупина Моѓархет. До Маѓарска, что нас там пустили. Укакомжитие мы сказали, что там нужно ест, в шкодовце сто, в пяти людей до Будапешти. Моѓарске, в Маѓарске, неизбел в недели. Упаке, по-укухе, маме монастерти. Таким способом назывался Моторбанд, так что существует более чем 30 лет. Здесь мы начали еще как Моторбанд с великим Хурвайзем. Китаро играл Иво Ритик, Павел Мико, Бубни играл Милан Крбец. И здесь начинала вторая этапа, или первая этапа Моторбанду. Здесь мы мрзкали. В той же время мы достали с первым видео-наградок с первым играми. Мы смотрели на их овлечения и уже старались стилизовать металл. Нам понравилось, как на них лезли, ретели и пирамидовые вещи. Самое, что в Чеспублике можно купить пирамидовые опаски, это было бы не возможно. И в Мадярске. Я помню, что Хурвайзем в Мадярске купил какие-то пурхулованные калхоты. Харрис, Iron Maiden. Англический тришко без рукавов. Мы все-таки говорили, что это было бы пасто. Было для нас очень важно выглядеть немного другим. Вечером мы все-таки вирабили это самим. И я не могу. Это был так называемый домашний убор. Что носили женские нормальные в кухне. Эластиковые калхоты. Мы все-таки на себе навлекли. Мы филастиками. Прямо heavy металл. Так что мы здесь начали. Это были такие заточки. Мы провели скушку и мне праскла струна на китаре. Я ее не имел с собой. На храдной струне. Ведел я, что ее есть дома. Так я заеду в эту струне домой. Ната шетрили целый живот. Так я купил мне р-кот. Я жалил, что-то, что-то. Это было бркот. Не заплые на нём. Седшим до р-кот. Когда я в нем летел, минимум 100 км. Так что было мало. Пршело еще. В тих разлетных sandалиях. В 120-ку я летел с смык. Смик я достал. Встал я до протисмяру. Там стал запракован варбург. Потом я отразил от автора. Так что я целым автам летел на ходник. Там стала перед этим автем женская. Старая парня, которая с камераткой в окне. Видел я, как я стоял так, перед этим автем. А я шокирую. Заволали самлетку. Йи отвезли. Внутри капоти отваживали. Ну, это был внутренний зранень. Внутри не было каких-то зранень. Внутри не было каких-то зранень. Я не знаю, что-то нет. А мне не стало никакого ничего. Я не был единственный шкрабанец на теле. Было 14 дней. Проволировали на вислех. Полиции. Тяжкий уближение на здравие. Камератка из окна досвечила, что я поразил. Я достал 7 месяцев на это дело. Я сказал, что я наборал 4 дни перед выпрощением подминки. А это был причем, почему меня за эту уборачку зажили. Когда я наборал 4 дни позже, мне не зажили. Я перебирал его. Я смогу избавить. И когда я прибавал первой прибавал, то я пришел это приступ от школы. Когда я прибавал вторую прибавал, то мы прибавали на другой проход. Это было через капелу. Мы привезли, что капелу уже как капелу, а были мы пригласны на политическую песню Соколова. У меня уже официально не позволили об этом заплату. Я собрала меня на улице. Я и с китарой и ждал на кнопочку. на автобус. На него пришли полицейские, с этим затыкачем. Они меня привезли до Литоми на Вазбу. Вазбы меня потом транспортировали до Панкрадской вязницы, до Прахи. Там я пообил целый збиток этого треста, аж до Амнистии, которая пришла в пятницу, так что я шел о 14 дней древние дома. Но там тоже человек уведомил, что это страда свободы, что если человек зажит, то я сказал, что я сказал, что это бомба. Как человек сказал, что я должен был каждый раз в жизни. Мы не хотели с этим ждать, чтобы это стало. Мы просто дали в трех, без него. Когда меня пустили из этого везения, мой партияк был Павел Хурчик. И Радек Хурчик, у Малых Хурвач, начинал на бубне, он не умел на бубне. Когда мы скушили дома, послушал, послушал, я был в тейне. Они скучали у нас дома. Когда я ушел, я стал спрашивать по тейму, чтобы никто не слышал. В общем, мы пришли с Либором, кто там там бухал, а крал. Малых Радек храет на бубне. Доброе утро! Мы его там отчетили. И теперь будешь снова звучит каждый день, когда он все научился. Перфектно. Я сам сам был до этого, а потом, когда был дома, мы вместе взялись, что это может шло. Если бы я не был глупый ритмус, так что это все будет. Так что мы попробовали, и оно шло. Однажды вылили Ацепт, который просто ритмику мил из Макоу пет, гениально. Я говорю, я говорю, я говорю, мы это не так, мы это не так, мы это не так, мы это не так. Метроном, это хороший учитель для музыканта, что в основе музыки есть ритмус. Я видел, что бы мне это никто не сказал. Так мы взялись в метроном, что это звучало, через микрофон, через звук, через звук, а вдруг он не видит. Малый, он был очень счастлив, он сказал, что не улетел с метроном, что это метроном. Рай! Рай! Можешь футболный метроном, рай! Рай! Не будь линей! Я уже не хочу, я хочу на пиво. Никак! Рай! Было страшно, как я этот метроном ненавидел. Он тоже скустнул, макал на том, что он улучшил, он улучшился. Драматически шло на хору. Оба меня дусили. Бузеранти. Мне не было. Угу. Но, по тому же, я не хочу их определить. А потом, может даже, это было. Так это перерывка, так люди встали и в другом городе. А потом встал маму да, В Трпицах окресное культурное средство в Трпицах выгласило, что буду почитать важную и умилительную деятельность как пролитка художественных групп, или роковых групп. Я думаю, что это могло быть примерно 85 лет. Но мы не были игроков, не были другого гитариста, так мы налишко приглашали Милана Шпалка, а другую гитару, Милан Илеш. Сегодня я вспоминал на атмосферу, которая завлажена на Салезе, что это было неуверительным. Он был нашлапан, тотален. Мы спустили на ту добу хэви метал, как первые три дня, а организатур это выкнул и целую акцию разрушил. Это была невозможная музыка для молодежи. Это было единственное выступление в Трпицах. Почему было единственное выступление? Мы с Павлем Ручейком не хотели остаться в Трпицах. Мы нашли коммунисты бытусно ненавидели. Капели мусили пред комиссии предвести такзв. худебный векон. А если выкестовали мимо окрес Теплите, то окресные культурные стремления мусили выезд с окресу. Нас был зажим, на нас ходило много людей, что хотели, чтобы мы в Трпицах не пустили с окресу. Музика из Запада, заказанная доска, несколько до Праги. Просто сказали, что там будем славные. мусили 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 у нас за собой в emitие мусили сяну. В сянули. мусили Мусили мускул в праве кишки. Я стандартная а Так что я мил виболвене достаточно дорогие, а я все равно продал, а самостоятельно менялся за западные деньги. Шли мы до Чероку, что я знаю. Удивали мы сезон. Мы три, Абраха и Либор. Ну так мы купили сезон в Лугославии. Все было в порядке. На 14 дней перед водеездом, мне пришли с полицией, что я пришел на полицией с пасом. Пришел я там. Одувзды нам пас. Браховы и комуши собрали пас. Жадный въезд не будет. Я думал, что почему? Можете на море? Жди не желающие, чтобы выцелали. Что им донесло, что оба браховы, молодой худвайз и великой, в Лугославии, музыканты, рокеры, так им было призрел. Так они пояснили, что молодой может, но старый никуда не поедет. А если брали ему паску. Тим прянули пряну землю, так я ему дал свой, а он ел на мой. Так что я был в тенькрадом молодой, так я сказал, что ел на мой. Если на нас придут, а если мячутся, так мячутся, так мячутся, тебе забаснутся. Удвайз се острихал, а если ты острихал, то выгляжешь младшин, нет? Въезжали все в порядке, на границах. Застали автобус, контроля, пасы, а то, как бы не брали си, каждого. Вспоминал на тих слоенско-мадярскых раницях, как наступили цельники. Пришли до автобуса и шли ко мне. Прямо шли ко мне, пас. Нихого другого не контролировали. А я так сказал, а я сниму птили. Конец. Я сейчас в городе сидел, так я не могу видеть кошели. Я так вот билет сердце. Так я ему та кошеля делала. Виндам пас, смотрел на это, контролировал. Я не знаю, я. Порядку. Я мил, ты мой. Порядку шел дам, ты мой. Я с тобой подивался. А заезд СКМ тогда выиграл так, что в автобусе, где 44 мест, было 39 холек в 19-25 лет. А с этого были два манжелские пары. То есть 37 свободных холек. А мы два с Хоро Вайзем. Мы здесь, потому что мы уже на полу, на полу, на полу, на полу, на полу. Знамовочный вечер. Мы там были как миллионары. Каждый день на веранде, там музыка, югославская. А мы там шнапсы закуповали, ты пањаки. Мы там уживали. А я с ним там замерзал. А не, просто человек не углидал. Просто как бы... Найдем так вот... Так вот... Все это станет. А не сменее, мы мили плановану ту эмиграцию. А я, два дни прежде всего заживу, заживу, до Чеха, так мы оцестояли от того моря до Билехрады, потому что мы мили покины, как это делали. Немецкая амбасада, где мы могли зажарать о политический азил. А у того Вокинка, таковый, 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 полополицейк, някакый, ваш паспорт, не? Так, он сказал, Радован, хручик, но вам не будет 18, вы не можете эмигрировать. А Павел, ненападло, ничего в ту хвили, не сказать? Да, что я не могу сказать, что это не я. То мне не скажите, таково, ламану чештиновую, планы на вас, полиции, а завжемо вас. Так, таки мя взяли до зазаду, то-лесто, а сказали ми, если не вицестую до 24 хв, так что мя так зашију. А я взялся за ним и сказал, ты фу, что сейчас? Сейчас это посрало, сейчас это просто конец, что сейчас? Каждый сам про себя сказал, что я с ним сейчас? А я сказал Павлови, что я это не дам. Мне прохазело одно, что я уже не могу, а Павел сказал, ну так, я думаю, так за 600 манек, таксика, из Белехраду, таксика, таксика, что я там остался, а я сказал Павле, а не, а я не могу верить в патек, потому что уже о меня вели, а я уже был в прачи, потому что в прачи уже не был, таксика, таксика, что я уехал, потому что я фалшовал пас, и все уже сказал, что я уже, что у меня есть одна цель, просто даже не так. Так я взял, что за 4500 манек, как я взял, и я сказал, что я ему в шикаре, что я думаю, а я на спаре, да-да, в паре. Ливор наступил, и был прач, а теперь я был сам, не так, Это самый острый. Это самый острый. Это самый острый. А теперь я был сам. Некде. Теперь я не видел, что дальше. Так я нашел там пенсион, я еще тэнтэн побывал, и я нашел, что я нашел кого-то. Я нашел авто с немецкой знакомой, чтобы мне просто нападал, что меня просто привезли до Немецка. Я нашел таки авто с немецкой знакомой. А был это Чех. Ну, я тебя не знаю, добрый. Но через границу ты можешь сам утекать. Я тебя привезу на границу и на другой стороне тебя визведу. Первая граница. Югославия. Ракасску. Что буду делать сейчас? Буда, великанская граница, а там стоял камен. Здесь был целник. Камен ел так, а я за задним колом стукнулся за колом и шел перед каменом. Видим, как камен на меня кукал в зрцатку? Целу ту цесту ел помаленьку, 5-ти километровых рыхлостей. А когда уже был, не знаю, 50 метров за границей, так захукал, шлап на то и ел дал. Далші храните, это уже была зелена храните, там они не контролировали, а он сказал, а он сказал, что я ту рисунку неуделам, просто вступ, а пребежни тут через Кшови, а не знаю, там тебя за себе. Так я пришел до Немецка, не умеешь слово, не умеешь ниц, а он сказал, что он был в поле. На улице, что он написал, так что я учил, здесь есть лагер, так что все вырешило, а мы там просто не могли, потому что, что я пощадал в азил. Я ему очень понравился, так что... Мы си писали дописы, телефоны в нем не были, так что мы си писали, как мы были в контакте. Я там до днешка, но... Там сможешь выбудовать все, только твои родители, не? Мы были споли два тахуньи капелы, которые хотели усадить никуда-то, а я это взял, в ту минуту. Так что, по мне, это была моя проблема. Я планирую с Павлем, в Немецке, найти певка, так что я начал его реализовать от нули в Теплицах, а я был сам, я не имел гитару, я не имел денег, я не имел ничего, я не имел ничего. Никто мне поручил баскитаристу Томаше Яролима, я вспоминал, что мы споли начали тренировать, что я закладывал снова моторбэнд. В 1986, на подзиму, уже вернулся бубенник моторбэндов из войны, который с нами играл перед войной, Милан Крбец, который мы называли фугас, а Томаш Крюлих вернулся. Когда я вернулся к Милан, то я не хотел дома репить и ждать на него. И за мной пришел Мача, чтобы он потребовал гитаристов до моторбэндов, так что это было предназначено, это было неприятный капел на окресе, это ясно, так что я шел брнкать с таковым фрайером, что я просто учитал от него, что он уже мил в руке. За мной выездили капелы и дали мне лана. Томаш Крюлих, Томаш Еролим, я и Милан Крбец на бицей. Дошло к тому, что Милан Крбец не хотел уже скучать. Так что я начал по новому Зубеннику. Милан Крбцовы. Милан Крбцовы. Мы, я думаю, первое выступление с Главолем в Крупце. В тот раз там играли моторбэнд и Либор хрозит Милану Крбцовы. Если ты не будешь ходить на эти зкучки, так я имею в виду здесь с Афа. Дан Хаффштейн, который ему в течение было в 16 лет, а потом я пошел посмотреть на эту зкучку и уже я там остался. В роце 1987 мы как-то ледно-хнудно о целостатном фестивале Роковая Височина так мы решили, что наточим демо. Было 126 капел из всей публики. Мы там все выбрали абсолютно не знаменимую капелу. Мы там были, буты там выступали, океан там был, кулички, лаура и ее тигри. Если я на это посмотрел, то была престижная заживная. За месяц была Роковая Височина, так что я учитывал, потому что там были пасажи на два копаки. Так что я дрыл, дрыл и дрыл, дрыл и дрыл. Дякую Мащу. Дякую Мащу, что это был человек, который меня посунул а от той добы там я. Кроме хранения породы и уместнения капел, по раме и хранения девоков, были там индивидуальные цены. Я выиграл цену за инструментальный агитариста. Я не знал, что мы играли. Я не знал, что это играли. А теперь Либор увидел меня и сказал, что не могу. Я не могу. Я не могу. Дал мне такие эласты, колхоты. Теперь мне дали такие пирамиды. Такие ретязи. Такие роздрбаные трички. Я сказал, что это доброе. так я выбежал и первые люди смотрели и все выглядят как я. Такое было в порядке. Такое я решила, что мы делаем хэви-мэд. Мои рекомендации каждый день. Эти рекомендации были 5-6 часов. День. Много лета я решила, что меня на том неизбавило процесс достания к доказательности. Я мил смыну, что мило что он не хотел по нас. Он был сам макал и сви-чил. То, что не наделил памбу на таленту, достал пиле и опытности. Потому, что он мил все, чтобы на себе так. Мотоводины нужны. Я думаю, что мне дрил много дал. Не, что не. Либор мне показал что по мне хотел. Я научил себя. Мы мали ночные скушки. Мы приехали скушебную. Захало и за тми мы разграли репертуар. Я видел концерты от Iron Maiden и Дурас, Плес, Ацеп. что они имеют что что было не и что мы начали макать. Камел, который облез до металового костюма. Он брал и макать. Он сказал что это будет и что нужно видеть. Потому что на концерте не будет так, что тренинг его делали на уровне. Там все смотрели кабаты и смели макать. Виум, что я был, что я поедал на зкушевню в моторбанду, там мяло зрцало, а похыбовки, мы с ним смели. Я нехраждал в трешметалу, а там только головами. Мы не узкали перед зрцадлами, мы прудованные колхоты, немлакали на земле по заде палец чтобы мы драли ритмус, а шуток отстрел Камил Камил был уже особность, индивидуалит, фронтмен а доставал великий церевь. Был страшливый раз. Был на нас просто крутой, круто-псисный. В ишли, когда закончилась скушка, он все обстрелил, а был один человек. Но люди, которые знают, мне дали заправду, что никогда тяжело снесительный. в Карловых волах фермалу, в том велком сале, где мы играли, как он просто четверт-ходиновый рев на Камила, что дважды уйел. перед ним поскаковал майнику, на тихо ласи и шилене там пенол, но нескутно. Тихо блбе, 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 которые сзагалл в пеноле в Теплицах. Матчев был в Теплицах, в том числе, чтобы уничтожить ступнице, такими черными в Теплицах разуме спрашивал и щетку в таком Они как бы привязали эти зналости. Тим, как эта добра была тяжелая, мы ходили на концерты. Были там сотни людей. Когда уже играли, то было все плненькое, и люди были очень рады по этой музыке. Какой связан с вас, младе же, к роковой худбе? Я бы это взял об этом. Надо смотреть на роковые группы, которые имеют зрители. 90% из них, но если мы смотрим с другой стороны, то мы смотрим с Рокфестом, мы смотрим с Рокфестом, что им маленько уезжает волок, и что молодым людям нужно набирать что-то актуальнее, что-то, что играет венку. Так, а теперь вас заведем между молодыми праздниками роковой худбой. 2. фестиволу роковых скупин Рокфест 87 где-то вечер выврхолило. Толеранс было, потому что жанровая розманитность была значительная. К видению было множество меньше, чем к слушанию. Водиевая стилизация часто мала часто прехлешить недостатки худебной инвенции. У тохота лауреата, лауре и их тигры, то сице не платило. Снад тади быхом хлидали ту уносную мес, и когда дружно говорится, что их худба была интересная и без черных брилли. В лоинском роце мы выбирали на зокладе награды. Закладом про урчене наибольших соборах были краевская кола. Как же это свечило? Мы считаем, что хвалиднейшие соборы с собой привлекли к хвалиднейших публикам, кое-что проявило на ховании публика и на их обличене. К тому, что мы в Палаке культуры выхлазили прохлабицы, то значит, что мы неподавали алкоголичные напои, а мы считаем, что это проявило на целом фестивале. С тим, можно согласиться, аж на въемки, к которым вступление «Титаник». Худебник не принадлежит много нового, а также оценена, что употребляет на первой поведной эффект, который спорно с стереотипным ритмом лакает очень специфичный публику и достает множество до транса. В таковых моментах нужно оценить акции как рок-фест, потому что без таковых со сутбой создавания социального социального взвозу младе, а в ширшем мяритку нашей культуры с тим, что просажут худебные скупины, а что жажда дивак. Рок се тяшит великому взаиму, а не треба с многим согласиться. Рок-фест покусим на семинарии, пред фестивале, и бежим его пребывам. В рамках такого диалога нужно найти цесту, чтобы рок зостал и без тих сцен, которые с именем не имеют социального. Мы проведали в спортивной хале в Теплицах. Мы выиграли это окрестное коло. Красное рок-фест мы также выиграли на целостатное рок-фест рак-фест. Вспоминам, в 2. рок-фест, который был в Луцерне. Там мы разговаривали с капеллами в Теплицах. Там был мотор-банд. в Теплицах фестиваль никогда не был. Так что я был в первой жизни в Луцерне ровно на подиум. Я сказал, что там должны быть свои банды, потому что там есть 8 пешеходов. рак-фестиваль Ваши мать в Индии до днях. Славу пену, сцела и ничьих сфер. Плану пену, а главнее пенеста. Машку ты за то, как се дать. Жадный сет шаг десканем се дать. Так поцем врата, дей се к нам. Поць клитни между нас. Так тръбил все, ко се дам. Так замичь тем стат, не си в том сад. В Луцерне было в Луцерне больше людей, чем капакита. Помню, что новинные платы писали не только в Рудном праву, но и обласатые, ушпиненые маницы вывалили проскленные двери, которые находятся в пасаже. Стут Луцерни притомен пекло. Зерни се отзывали облудные звуки. Зерни се отзывали облудные звуки. Там си нас вшимли, а си ушки, публицисти и манажеји, а зацели кукат, кое то е. Так что смы были оправду възявлені. Капелы были на огромном уровне, т.е. Мотарбанд. Когу приступили на рокфесту, вшем спадла чилист, вчетно праѓскіх музиканты. Вспоминам, как Милош Додо долашел, как видел попрвий Мотарбанд, а он сказал, «Ми сме је ненавидели». А я сказал, «Проќ». Потому что они были страшно добрые. А они начали храти, так что сме на то шел подиват, а был я како доцела надчен, что то, кое о том слишел, мне како подтвердило, что клуци храли перфектно. Там был в полоте Петр Янга, который си нас там вшимнул. Он сказал, что нас вшел до той компилации рокмапы. Ему се хрозно лібили т.е. младе капелы ческій. Аркей, Мотарбанд, Витаци, Титаник. Просадил на супрафону проект, что в техниках в студии будет у себя, в частности, в студии «Пропаст» затачет. Когда я делал рокмапу, то был такой, что один или два года по себе достал много денег за доски, которые мы одиннадцатый раз выдали. И это была трилогия «Правды на земле, улица или на троше». Так утеў джи, докуда есть час. Так утеў джи, докуда есть час. Мы продали зруба миллион тих десек, а как автор я достал просто страшные прахи. А в общем не знал, если си заслужим такзвани. Так я сказал, что уже я достал, так я ехать до нечего, что мне помохло на хору, а т.е. что то покоти навзайм. Так я вымислил этот проект так, что ословим капели, что то делал, что я не знал, что я не знал, а так я сказал, что пришел «Пошлите мне какие-то наградки на газете, а си то послешну, а если мне это нравится, так вас позву до студии, а не мусите ничего платить, вы можете тут виспать, будут тут звукаши, будете там все зернувать, а в соботу рано начнем, а в недели вечер вам дам две наградки». У тих газет пришли кувры. Это было нескольких. А я был подсерд, что там я в здании был такой систем, где я имел разводитель, какие-то подсерктов, старый устрой, а тогда еще не были почитатели. А я уминился на пскатном устройстве на пути запрашиванием. Я там не только надеюсь, что ему дятлю за эту газету, а также как она нравится, а что я думаю, что плохо, что я думаю, что я думаю. На заведу я вам сказал, что еще переводите на рот и потом снова взлетите, а не например, Он сказал, что это очень круто. И он витал таковую волну кравлицу и казе. «Мужчим себя до этого пустит». Так вот он вычленил, или вычленовал, а потом выиграл 6-7 капел, которые на это дали. Мы использовали какого-то мапу из узненных земель, и там мы написали, что это было довольно интересным. А с другой стороны, в тех самих пуликах, были образы тих капел. Он очень рад, и он очень рад. И он очень рад, и он очень рад, что он помогал. Петру Иандову, это очень важно, потому что он уже мил какое-то слово. Это одна из самых лучших в роковой музыке. Первые ощущения, когда человек чувствовал, что это имеет смысл, это была уже вторая половина тех 80-летних лет, когда мы смогли попрве что-то потратить, когда мы встретили с Петром Иандовым, которого мы потратили на форпасте в студии. Вибавим с фронту, которая чекала на деску, которая прожила Rockмапа, на которой были Кабати, Витацит, Детто, Брненске, а самознавище и Боторбент со своими первым синглами у Петра Ранди в пропасти. Брненске. Брненске. Брненске 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 И все, кто-то не видел, кто-то не видел, кто-то делал, и даже когда шел в Ту-е-е, все замкли. Но в моторбанах было видеть, что там есть ведущая сила, что там держит по громаде, что на них пресняет, что с ними свечет. Моторбан был таковым не дисциплированнейшим, таковым не приправленнейшим, они не потребовали никакого представления, не потребовалось ни разу. У них это шло само собой. Бубенник, Дан Хавштейн, был технейший гвезда. Двухшлапаковый скрелый Бубенник, кратерк Двухшлапаковый был мало, кто-то умел мало, кто-то еще, так Штепан Сметачек, а то было очень слабое, но Дан Хавштейн был лучшим, Удвайз то умел самознавнее таки. Если Петер уже мил свое studio, то была бы выиграла про все бигби-тики. Мы дошли до конца одну петку, не знаю, до какой-то, мы могли идти до какой-то поряды. Так мы играли, чтобы мы играли в «Плейбэк», так мы играли в «Мозарте». А когда Хавштейн вытасли шкопки, мы их встречали с авиа, мы сказали, что ты два шлапа, а не нуждаешься. Я играл на оба два, как на одну. Я слышал по первому, что все что-то делал, Но мы там не понимали, там мили кукань на воду. За склерой. А там ему это просто не вешло, как-то там решили, как это сделать. Там пришел звукар, что-то настроил, а укончил ему шихтав. А потом пришел другой, по-жрали, еще с какой-то бабовкой, блондателем. А когда мы по нему что-то хотели, что он не имеет никакой басы, а потому что нам это стало, что-то я тут с Карлем Готтем. Как хавштейн, я тут смешаю, как я хочу, так нам там что-то... Так это тогда было. Потому что у Петра это было, что-то было с Торолином. В Индеке были люди, которые понимали его, послушали его, и хотели узнать, какие-то музыканты, как себя представили. Так что там было вполне супер. Нас взял под крида наш менеджер, Рихард Хушка. Я думаю, что это была зазадная вещь, а что это была и зазадная вещь при распаде Мотербанда. Это был человек, который умел двигаться в пространстве, надшенный Мотербандом. Мотербандом я являлся в таком результате, потому что я в той момент я достал, это было около 1986-1987, так я достал, что в этой републике не было бит-бит, а здесь была мелодия. Так я достал уделать рок-реве. Там мы, почитаемо, мали рекензу новой, выходящих вещей. В редакционной раде был джанго, Петрианда. Сингл, который принес, а дал мне его, чтобы я сделал рекензу. Я думаю, это шпас и файновый ден. Мотербанду запрве шел в таком шилене. Я не знал, как он шиленец, а как это до них дрилует. Ну, а другая вещь, мне пришло, что это из них лезе просто прируди. Я шел с партнами, слово дало слово, и мы начали сполупраковать. Моим лучшим партнами был Томаш Крулих, который был подобный поступок и подобную визу в музыке, как я. Если хочешь подать выкуш на поле, не хочешь только отстать. Так что это физически невероятно, как прасе. А если ты там не хочешь сделать как янтар, а хочешь там делать шоу роковое, так это просто макачка, на то потребуется физичка. Мы с Томашем Крулихом не хотели по каждой скучке бежать. Треба на поле. Капеле смали нам. Человек, который взрослый взрослый, видит, что внутренне не могут с Камилем кто из них славнейший и кто из них величный тахун. В нашей капеле большой проблем, а это был мой взрослый с Камилем стрижавкой, не с людьми. Мимо капелу мы сидели на пиве, на акции, власть, власть, власть. Так же, как гауч величный, так мы все должны верить. Мы запустили на сплэйбэку, мы сделали составляет бездельно «Полчение», «выходы» 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 Субтитры делал DimaTorzok První rok po přehrávkách jsme měli asi 330 koncertů ročně. Ti Slazáci nebo třeba i ty lidi v televizi už se nemohli tvářit, že tady nic takového není. Vzniknul nějaký novej kult v podstatě a ta mládež to milovala, chtěla to a upírat jim to už na konci těch 80. let dost dobře nešlo. Co by měla taková muzika říkat? Co by měla říkat? Nevím, no co bych vám na to řekl. My se snažíme o to, aby ten dobrý pocit z té muziky, který děláme my, aby to přešlo i na ty lidi. Mám mě svůj den, jak se zíká super. Mám mě svůj den, jak se stá, takže ten jsem já. Tak jeně, plačím já, tak si pár klasků má, tak fajn, že ten jsem já. Díky Rockfestu jsem poprvé hral v zimní hale, byl na výstavišti, takže v Olšovcích. To byl neuvěřitenej pocit. To je něco, na co si člověk zvykne velice rychle. Když ta masa prostě reaguje na každý, to je slovo, na každej pohyb. I prostě ten pošťák, jako tam dál, ty razítka, který dělí se mnou. 12 tisíc diváků zaplnilo Pražskou sportovní halu při metalovém koncertu Rockfestu. Je těžké vám zdejší atmosféru přibližit prostřednictvím obrazovky, protože tahle hudba se prý neposlouchá jenom ušima, ale celým tělem. Já jsem nikdy nebyl vyznavačem takového toho úplně exaltovaného, vysokého vokálu, což Kamil Středávka samozřejmě byl, ale opět klobou k dolů, protože on to dával s takovým přehledem, že v podstatě v tom metalu neměl konkurencite. Nebyl jsem si úplně jistý, jestli ten motorband je schopen dohnat ty kolegy a Rackayna spol, co se týče té popularity. Já myslím, že nikdy se to úplně nepovedlo, ale nakročeno bylo strašně dobře. Taková zajímavost, třeba Pepa Vojtek s náma jezdil, pomáhal nám stěhovat bedny do studia v Bratislavě, v televizi, v Trianglu. Takže se dá říct, že člověk, který dneska to někam dotáh, tak motorbandu, který to bohužel až tak někam nedotáh, tak dělal bedňáka, no. Na listopad 1989 jsme měli snad 18 koncertů naplánovaných. Já měl pětistovku za koncert. A to bylo 7-8 tisíc za měsíc, výdělek. Na šachtě jako havíř v Lubině. Jsem měl 3,5. A já si pamat, jak jsme byli na pokuji, že jsme nějak popíjeli a Kamil Střihavka poslouchala rádio. Na pokuji. A tam už hlásili, že zabili nějakého studenta, že byla demonstrace v Praze nebo co. A Kamil příběh, ty kurvy komunistický, že zabili nějakého studenta, že tam byla nějaká demonstrace. A teď jsme to říkali na náho a všichni říkali, že co se to děje, hajzlové, komunistické. Teď se to dáš to rozšiřovat, že zašli ty herci po těch městech, na těch náměstích se čet to, co se stalo, že jo, a že komunisti půjli do prdele a blé blé blé. A že umělci se postavili za výzvu studentů. A my jsme museli stávkovat taky, protože jsme byli už profici. Sice jenom dva měsíce, ale museli jsme stávkovat s nimi. To už, že se nám chtělo hrát, ale vnitř se stávkovalo a každý si užíval spíš jako, že teď bude svoboda, freedom, konečně. Je, 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 teď to tady bude. Počkáme tu chvíli, to přežijeme. S Kamilom jsme chodili různě po prigáráv, tady a tohle se to... Abychom domů donesli nějaké prachy, ale někoho, komu to nevadilo, jako, v té době. Abychom rádi jsme se zbalovali komunistů. A my jsme zbytek turné vlastně půl měsíce nějakých deset vás koncertů zrušili. My jsme na Benešáků v Těplicích, ten plachtu Motorband, s tím velkým nápisem, jsme dali nějaký tyček. A na Benešáků byla demonstrace, a tam Motorband, a potím zavízlu studentů. Petrianda vlastně fungoval od toho roku 88, 89, fungoval s Bestií jako externí dodavatel materiálu pro Suprafon. Takže mi tenkrát hodil Lano s tím, že bychom udělali LBčko. Bychom měli být možná snad jeho první kapela, který chtěl vydat dlouhodající desku. Jak už to tak bývá, tak Suprafon, než to zařadil do nějakého edičního plánu, tak byl rok 89. Ten náš manažer, hned jak spadla opona, to znamená v prosinci v podstatě, okamžitě rozeslal demosnímky do celého světa. Co jsem doma našel desky ze západu, tak jsem si vždycky vopsal ten label a našel jsem si nějakým způsobem adresu na ně. A rozeslal jsem to hlavně tenkrát do Německa. No a našel jsem tam vlastně firmu Gamma Records, což byla taková předlíheň pro label Noise, který tenkrát už vydával Halloweeny a takovou tu neúplně první ligu. A těm se to líbilo. Navíc jim přišlo zajímavý někdy začátkem prosince 1989, že jsou to vydlácí z východu, takže by to mohlo mít i nějaký patetický záměr na fanouška ze západu. No a vozvali se mi a pozvali mě do Německa, kde vlastně, já jsem řekl klukům, hele, jedu vyjednávat podmínky smlouvy do Německa, možná budeme točit desku tam. To trvalo delší dobu a kluci asi byli nervózní, navíc telefonní spojení žádný pořádný nebylo, takže nevěděli vůbec, co se děje. Už se mělo být dávno v Praze. My jsme to nevěděli vlastně. Nicméně přišel nástup termínu do studia, my jsme u Petra Jandy začali natáčet, strávili jsme tam asi tři, čtyři, nevím, možná pět dní v tom studiu. Takže jsem se vrátil a zjistil jsem, že kluci mají roztočený tři pecky už u Petra Jandy. Přijel do studia za náma se podívat. Tady končíte, zabal teď to jeden. Říkám kam a on do Stuttgartu. Mám tady smlouvu úplně. A my jsme samozřejmě v Řichyleu byli, tak to nás úplně jako totální nadšení, ale říkám, počkejte, točíme desku pro bestia a už jsme tady roztočili, roztočili čtyři, pět dní pro točení ve studiu a vůči Petru Jandovi by to asi nebylo ani úplně tak férné. Ten Petr Janda byl strašně férové a solidní, že řekl, luci, zaplaťte mi náklady, nebo ať vám zaplatí náklady, nic víc za to nechci a jeďte udělat díru do světa. To byla od ní velká lidská frajeřina, opravdu jakoby taková ta, mám rád muziku, českou muziku a má šanci jet do světa, tak k tomu pomůžeme. Trošku mě to mrzelo, respektive hodně mě to mrzelo, protože jsem jim nabídl v odevřený světce a dostal jsem po hlubě, ale to se v téhle branži mecenářský stále mi často. V Dubnu 1998 jsme jeli do Německa, už do Stuttgartu natáče desku. Měli jsme kousek jenom do Stuttgartu, asi 500 km, tou Škodovkou v pěti. Myslím, že úplně nejvtipnější byl, jak jsme byli na ty hranice, které jakože najednou byly odevřený, ale pořád tam byly ty trny a ty stejný uniformy a teď nás tak jakože odbavovaly. Tam takhle byly vyndaný ty tři kytary, jako odevřený, jako tam leskly se, že jo. Ten celník říká, a kolik to stojí? A my v tom svým jakoby hudebním načení jsme se chtěli prochobit, tak máme super nástroje, tak říkáme 20 tisíc a 25 a 15. A on tak kejvé, tak říkáme, máte na to vývozní povolení? A my říkáme, ne, tak to tady necháte nebo nám zaplatíte nebo tady složíte kauci v té hodnotě. Takže jsme tam ty kytary nechali. A najeli jsme na ty junecké dálnice. A kolem nás to začalo všetky. Do toho nejpomalejšího pruhu, plnej kotel, čtyrka, děti stojíme na čtyrku, plnej kotel. To je jiný svět. Návrh do budoucnosti. Víš co, najednou si nikde je. První den natáčení se strávil tím, že Petr Šír se do Bavoráku, myslím, že s máčou nebo s někým. A jeli na hranice složit tam fakt ty peníze nebo nevím, jak to udělali, aby se přivezli kytary, protože jsme neměli z těho nadáčet. Tam byly tři jakojí producenti. Kluci! Jedem na večeři. A ty přijeli sedmička BMW, S-kovej Mercedes a jaký pátcatý Porsche. A tímhle tím, že do toho jsme naskákali a tím jsme jeli jakože první den na tu večeři. Z té škorovky jsme vlezli do těhle těch. A oni ještě na nás. Tohle to si koupíte také, kuci. Musí se nám povízt ta deska. Tak to víš, že to ti potom úplně... Asi dva nebo tři dny jsem chodil obdějovat krámy do Stuttgartu, když jsem opravdu viděl tam za těma výlohama. To, co tady nebylo, až mi po třech dnech, východoněmecký muzikant studiovej, který tam byl, Blacky se mi jmenoval, řekl, ale tady jsi na periferii 30 km od centra. Tak teprv potom jsem se zebral, já jsem se podělal do Stuttgartu. No a když přijeli asi po třech nebo čtyrech dnech do studia, jakoby ty vydavatele jako na kontrolu, tak se podívají, jak nám to jde, my jsme měli dnesko natočit. Oni nechápali, my řekli, ty už to máte otavý, jo. My jsme byli tak připraveni, že ten Livore dělal takový nesmyslný psíkusy, že jsem třeba zpíval jenom s bubnama, basa hrála třeba jenom s kytarou, aby prostě jsme ty, to frázování a všechno, aby jsme to nasáli, my jsme to uměli prostě naspamnit. Po zpátku. Kamel Střihávka naspíval tuto desku Peyton Germany za jeden den. Celou. Komplet. Hafa za to sednul, namlátil to tam, no ten zvukovej režisér si to pustil do sluchátek, sednul si, zavřel se do černý komory a poslouchal, poslouchal, no a po dvou hodinách poslouchání přišel a prohlásil, to jsem ještě nezažil, nenašel tam jedinou chybu. Vytáčel telefony na všechny stany a volal, že tady má nějakýho u Beníka z Pra, nebo z Československa, a že to jste nežrali. Přišlo se, nahrálo se a bylo. Naše priorita zase byla udělat pro Čechy tu muziku tak, jak se to točilo tady u nás. To znamená, aby byl dokonale odseparovaný, skvělej, kamilovo hlas. A ta muzika v podstatě byla sice součást té nahrávky, ale já to bral lidsky takový dobrý background toho kamilovýho hlasu. No a to byla ta záruka, kterou jsme měli v Bestii, že jo, na propasti. Bohužel teda jsme si neuvědomili, že v tom Německu neumí nikdo česky a že tu českou nahrávku úplně zabijou. Ale oni mě asi hodně důvěřovali, protože přijeli a říkali, hele, ono se nám to nelíbí, on je to blbě smíchaný, je tam strašně moc k bicích, a Kamila tam skoro není slyšet, a oni nám řekli, že jsme úplně blbí, že tomu nerozumíme. A já jsem s nima do toho Německa jel. Přitom jsem se měl ani vykašlat správně. Domluvali jsme se na tom, že by to jako přemíchali, ale on mě právě řekl, že se míchali nic nebude, že takhle to má být, že to je prostě světový trend. Česká verze se dělala vlastně jako takový pršku vedlejšák. Nebyla na to žádná propagace, a pokud se dobře pamatuju, tak během měsíce si jí prodlost na 30 000 kusů. My jsme natočili českou verzi pro českej trh a anglickou pro ten západní. Toho Made in Germany se prodalo docela velké množství ve Francii. O tom se to teďka moc neví. Z jejich strany přišlo tohle naše snaha bude, abychom to tady prodali, abychom prodali vás jako kapel. Investujeme do nějaké peníze a tady si myslím, jestli se nepletu, že se bavíme o nějakých statistických marek, který do nás budou žít. Tak nám rovnou nabídli smlouvu na 5-10 a řekli, že do dvou let z nás udělají světovou kapelu. Promoturné tý desky mělo být s německou kapelou Neuss Hunter, která v té době zrovna přestupovala k tomu Neussu do té prakticky druhé ligy nebo dá se říct evropské. No a kdyby se tohle turné povedlo, tak byla podepsaná předběžná smlouvá s helovínama. Daj! A já jsem jediný uměl z kapely nejlíp teda, tak jsem musel furt s nima. Byli bezvadný, třeba jsme měli tři dny volno, tak místo aby chlapely někde měli vyjednaný hotel, tak jeli sem a tady se chlastalo tři dny, bydleli u mě, u našich dokonce. To turné fakt bylo dobrý, lidem se to líbilo, nám se to líbilo. Měli jsme za sebou tohleto veli úspěšný turné, natočený materiál, natočenou desku. Já jsem tam chodil koukat, jak to ten Libor dělá, protože oni tenkrát vlastně točili v Německu, po ty rovulci natočili tu desku, ale musím, Made in Germany se to jmenovalo, nevím, ale tak pro nás, jako to tenkrát byli o level jinde, o dva, už byli profesionálové skoro, tak jsem říkal, tak já teda se tam půjdu podívat, Kamil je výborný zpěvák, takže jsem říkal, třeba se i něco přiučím. Když jsem slyšel Made in Germany se středavkou s Kamilem, tak jsem pocítil takový pocit docela vážný konkurence, protože já si myslím, že motorband s Kamilem, že prostě to patřilo tomu nejlepšímu z Čech a Moravy, co jsem v tu chvíli zaslel. Když jsem říkal, a hele, podívej se na to, co je saxon, nebo co to je, nebo co se tady děje, jako takhle tady nikdo neuměl namalovat, jako ten sám. Kdyžkud se natočili album Made in Germany, který podle mě je velice dobrý. Já jsem ještě nechrál, a už jsem měl doma desku, nebo ne já, ale bratránek, no, který fanu jsem se říl. Bratránek, který měl desku motorbandu, jak tam Kamil přičí a má ty bílý zusekle v těch sandálích, tak to, to měl doma. A já vím, že jsme na to hleděli a zjišťovali jsme, že střívá knický, atd. Myslím si, že ten začátek byl úžasný, že to nastoupilo a že to mělo atributy, prostě evropské atributy, že se mě zaznamenalo. My jsme z toho byli samozřejmě na větvi, ale všechno se to dělo tak rychle, že jsme si to ani nestačili uvědomovat. Uvědomovat. A pamatuju si jako dneska, já jsem to klukům nikde neřekl. Ty producenti za mnou přišli, vzali mě prostě na večeři, se paré, a v podstatě mi mezi řečí řekli, že ta kapela je nezajímá, že je zajímám já. A já jsem je poslal do perdel. Já jsem jim řekl, takhle to nefunguje. Bez těch kluků bych byl nic. Já jsem říkal, já bez nich tu muziku v současním době dělat nechci. Naštěstí se jim toho nedoneslo a já jsem jim to nikde neřekl. Tak teď je to venku. Tam moc se když jsme odjížděli, tak jsme se cítili jako John Bon Jovi. Všichni. Protože nám to takhle tři tady dny tam tloukili do hlavy. Když se dostaneš do snu, tak už nesníš. Tak už čekáš, co přichází. A tohle byl jsem. Ta německá firma nás platila. Oni nám, každému posílali tímkrát čtyři těžíce korun, měsíšně, s tím, abychom mohli dělat muziku dál, abychom mohli zkoušet. Byly slušný prachy, jako jo. Navíc nám řekli ti Němci, že se musíme učit anglicky. Jsme museli prostě a hodinu před zkouškou normálně mu ukazovat, co jsme se naučili. Já jsem říkal, ty ty lidi dva nám posílali peníze, posílali nám nové platu. Jsme placený a oni chtěli, abychom se učili anglicky. To bude potřebovat. To je právě jedna z těch věcí, která ho charakterizuje. Že vždycky šel tvrdě za svým sílem. Jsme si promysleli, že všichni ostatní mají lepšího manažera a jenom my máme to nejhorší. Myslím, že zásadní chyba byla, když byl vyhozený Richard Houš. Člověk, který nás nám dotakl ty kšefty. Člověk, který nás dotlačil na západ. Člověk, který to miloval. Prostě to je ohromná deviza. Já to dneska můžu posoudit, když se podívám, že nás po tom chvíli zastupoval Miloš Zapletal a jeho Art Production K, kde jsme prostě byli snad ty ludzky ludzky bílý a my jsme byli taková ta jeho bigbeatová kapela někde naposled a nějaká paní nás měla na starosti a měl nás totálně na háku. Tudíž tu energii, kterou tomu věnoval, to se s tím houškou nedalo srovnat. My jsme se ani nerafli, my jsme si ani neřekli nic zvošklivýho. Prostě tak, jak to umáči bejvá zvykem, najednou jsem zjistil, že mají novýho manažera a najednou jsem zjistil, že mají úplně jiný plány. Jenže pan Zapletal, já jsem mu ukecal, ono na to neměl samozřejmě čas. On dělal Marii Rotrou a nás a měl ještě spoustu jiných. Dělal Polívku a dělal Janem Kocáva, pražský výběr. On to najednou, už mu to roslo přes hlavu. Tenkrát Zapletal si, udělal pořad, bylo to tady v Rondu, roková liga, kdy tomu Motorbandu nasliboval hory s horákama, doly s dolákama a hlavně, že furt budou v televizi. Třetí, poslední soutěžní kapela přijela z dálky ze severu až z Teplic. Je to kapela, která před časem, zrovna minulý měsíc, dotočila svoje první LPčko. Dotočila ho do konce ve Študgardu. Zvětajte Zvětajte Jizko Zvětajte možnám vzdók Zvětajte 11 3 4 Субтитры делал DimaTorzok Motorband první? Motorband je velice mladá kapela a umíhrat. Takže za výkon Motorband první místo, Olympic za svou dlouholetou, neustálou, řekověk tvrdou, prdé nasazení, druhé místo a Kern třetí. Ačkoliv nejsem teda ortodoxní heavy metalista tělem ani duší, tak přesto u mě dneska heavy metal vyhrál. Napsal jsem Motorbandu také tři body a to především proto, protože si myslím, že v tu chvíli a v tom komplexu ta kapela jednak hrála nejlépe, nejosobitěji a měla takový asi nejlepší imič. Porota na třetím místě vybrala kapelu Kern s jedním vodem, na druhém místě Olympic se dvěma body a na prvním kapelu Motorband. Měl to náboj, dávalo to energii ze sebe, takže Motorband v té chvíli pro mě byl takovou předzvěstí toho, že třeba takový kapel bude víc. Lítá do vzduchem, třičky jako tvém, nezráš ten zvuk, je to ty kvůbou. Por týdě, pálí jak sen, co zdal se ti jen jednou. Rád si já zkoušel, ten sebou jasný cíl, vždyť dneska jsi zase ukrudlý. Je super, je každý, co zává, víkaj, že metal je metal, metal je metal. Heavy metal! Jsme všechno posrali. Všechno to vlastně během dalších tři čtvrtě roku padlo. Ne ze strany, tři, který má, z naší strany vlastně. Došlo potom k velký schůzce v Praze, ještě v bytě u Petra Jandy, a tam se mělo řešit vlastně postup, jak s tou kapelou naložit, co se týče jak tý kameléle, jak tu kapelu vzít vlastně a posudnout jí do té absolutní špičky. Zapletel toho ve finále zasekl to jednání. Pochybnil tu smlouvu. A on říkal, dokud tu smlouvu, neuvidím, já pro tu kapelu neudělám vůbec nic. A my jsme byli tak naštvaný s Kamelem a kapelou, že smršku mi toho zapletela nechcem. A tenkrát od nás měl zájem nějakej manažer, když se Zdeněk ustohal, byl z Brna a dělal Titanic. To jsme značením oznámili majitelovi Popron Music, Petrovi Šírovi. A on říká, vy jste se úplně zblázdili. My jsme se s tým zapletalem domluvili na spolupráci. Tak mezi tím on došlo k dohodě mezi Gama Records, Popron Music a zapletalem. A my jsme si stáli na smě. A oni řekli, no tak dobře, dobře opískáme to se zapletalem, tak domluvte zkusku, aby pan ustohal přijel do Prahy na jednání, Popron Music vlastně, kde se to teda dá dohromady. Představte si situaci, kde to bylo domluvené. A Zdeněk ustohal do dneška o něm nevím. Zdeněk ustohal nepřijel na to zkusku. No nebylo to dobré tady to. Protože jsme měli tak nějak našlápnuto a tohle to, já nevím, že začala nějaká tak stagnace tady tím. To byl jako i ten, no tam jsme to trošku, co byste nezvládli. I já jsem si upřímně myslel, že natáčet v Německu a i anglická verze, že jo, a že to bude vydávat zahraniční firma, takže to bude opravdu znamenat ten definitivní prům, že nějaká česká tvrdá kapela, nebo vůbec roková, se prosadí nejenom na území našeho státu, ale i za hranicemi. Moc to nevyšlo. Prač to nedopadlo, vlastně já si neumím dost dobře vysvětlit. Já jsem děl potře, že bych s tím udělal třeba víc, že bych s tím dokázal, jo. Dokonce po letech bych mohl být trošku ostrější v tom a říct, že možná, že kdyby se na to vyklačili, udělali to úně, že to dotahli dál. To, co slíbili v podstatě, jako prvotně, že nám natočí desku a že se vydá v Česká verze. To se udělalo. A za tři měsíce bylo všechno jinak. A jsme si člověk už dal bacha na takovýhle keci. Ty z nás udělali, jako že z nás udělali český Halloween. Tohle to nám furt spali do hlavy, když se občas objevili na tom nahrávání. A padla jsi. Ani tu anglickou verzi, kterou natočili s kamerom, už ani nevydali. Já myslím, že to nebyla úplně vina samotných kluků, samotných muzikantů, že by natočili špatnou desku. To se prostě tak, ty koladín někdy se běhnou, že to neklapne. Podle mě se toho prostě v Čechách neprodalo tolik, kolik oni si mysleli. Oni si mysleli, že vyzkoušíme český tarh. Vydali to, prodalo se ruce. Tehdy jenom 35 tisíc asi. Bylo jenom. Tak od toho dali ruce pryč. Ten máč a musíme víc zkoušet atd. Tak to samozřejmě začalo skřípat a začaly tam být prostě neschody. Ten drill a to, že jsem byl vlastně neškolený hlas, si vybralo svoji daň a já jsem si přivodil úraz na hlasivkách. A jenom jsme přišli na zkušku, už to bylo fakt asi 14 dní, co si Kamil neukázal. Říkal, ty, ona mě nezavolá, nevíme, co s ním je. Tak jsem ušel z toho zeleného baráku zavolat. A já si to pamatuju, jak mu to ten máčer do telefonu říká. Kamil, co je, ty vole, my tady získujíme na zkušky celá kapela, a teď se tady 14 dní neukážeš. Ty nám můžeš osmlu říct, kde seš nebo co se děje. A on říká, mám nějaké problémy v práci a tohle to říkám. A jeho reakce byla, tak se ho hledejte, položil telefon. A já si ještě pamatuju, jestli byl to řeknout, tak se to ale celý posral. Když o to, neposral, a některý když říká máča, prosím tě ty vole, on ho to stejně nebavil, on si všude jako, protože on si asi máča, nebo já nevím, Kamil byl vždycká jakoj bluzovější. Jo, stejně ten heavy metal nebaví, nebo to, co hraje, on byla če hrál bluzověs někým a to. Tak když ho to nebaví, tak to, tak zažijeme si heavy metalový uspěváka. A já už opravdu nějakým vým, ty. A tam říkám, hm, tak to jsem zvědavě. A ono vyhrazil. Ne, neblázní. To by byla velká chyba, ale. Protože Kamil to je skutečně jako jeden z miliardy, že jo. Prostě to je, to je petarda, jo. Jako hledat náhradu za Kamila si myslím, že by nebyla správná věc. To se těžko hledá. Naprosto převyšoval všechny ty zpěváky z celého toho regionu. To už v té době bylo jasné, že to je naprosto mimořádnej zpěvák. Kamil Střijavka je člověk s hlasem, který se tady jen tak nevidí. Ten se narodí jednou za čas a to je pro mě pán muzikant, pán zpěvák. Šel jsem do Teplické nemocnice za nějakým primářem na tým Orl. A ten mi některá řekl takovou dost hrubou větu. Moc se se mnou nemazlil. Vyšetřil mi to a řekl mi, že když všechno dobře dopadne, že takhle, že musím na operaci. A jestli ta operace dobře dopadne, tak možná budu mluvit, ale už nikdy nebudu zpívat. Samozřejmě vyděsilo, protože tím, že jsme šli na tu volnou nohu, tak jsem opustil zaměstnání, měl jsem už dítě. Mně se najednou zhroutil celý svět, že jsem nevěl, co bude. A pamatuju se jako dneska, že jsem šel za těma klukama, myslím tím motorbem, a já jsem jim ze slzama v očích v podstatě řekl tuhletu prognozu. A oni se tak jako na mě otočili a během třiceti vteřin měli řešení. Děkuji, to nevadí, já bude mě někoho jiného a až se dáš dohromady, tak se asi vrátíš. Otočili se ke mně zády a říkali si vštěpě a jsem tam stal zlomený. A tam jsem si uvědomil, že za dobrý skutek musí přijít žádná odplata. Takže když jsem já je podržel v tom Německu, tak oni mě takhle nepodrželi prostě doma. A to byl ten důvod, proč jsem odešel. To byl pro mě konec. Tak jsme se asi tak nějak začali jakoby, já nechci říct nebo plácat nebo já nevím prostě. Odkud Kamila Střelavky to byl konec. Mě teda samozřejmě hrozně brzo volil, že se Libor pohádal s Kamilem a Kamil odešel z bandy. Pak jsme půl roku náhradu ne mohli najít. No ale přím se to vlastně rozpadlo. Máča se nejspíš domníval, že takových Kamilů tady lítá všude možně. Kamil odešel a od té doby v podstatě Motorband vlastně jenom hledá a hledá. Bez toho zpěváka je to opravdu složitý, když Libor, Matejčík, to je opravdu nezmar. Jako ten se fůb bude snažit. To byla Máčeva největší jovalina. Tím pádem ten Motorband vlastně skončil tím okamžitem. Tam nahradit takový do zpěváka to prostě nejde. Nejde. Ten tí kapelé dával kři. Jakmile skončil, to už se prostě nedá srpát potom. Stráta toho středavky si myslím, že byla zbytečná. Dokonce si myslím, že si o toho Máčeva sliboval víc, protože měl pocit, že ten středavka není úplně ten správnej člověk pro jeho kapelu. A myslím si, že to tam prostě nezvládne. Kamil měl ten potenciál hvězdy a každej ho v něm viděl. Zatímco ten zbytek tí kapely, tenhle ten hvězdnej potenciál měl, ale pouze jako celek. Ten, který o tom vlastně nejvíc rozhodoval, což je Máča, tenkrát jako dneska je protchnut jednou zásadní vlastností, ten netrpělivost. Máča má obrovskou akceleraci, ale potom, kdy se dostane na tu náhorní plošinu, která znamená trpělivost a hledání cesty zpátky, anebo teda dál, tak mu to přijde hrozně pomalý, nevýkonný a udělá nějakou kravinu. A my jsme to napětí jakýkoliv překonávali tím takovým zátopkovským. Když už nemůžeš, tak přidat. Takže když se nic nedělo nebo se nedařilo, tak my jsme přidali. Prostě já mám Lomáča přidál, musím jak víc koušet. Takže prostě jak oni měli neslyčený pohyby předtím zepsadným a to prostě není, to musí být život. To musí být ta hudva živelna a proto každý ten koncert je jinej. Ty lidi pokaždý tam stejně někdo jinej. Já komunikuju jinak s těmi lidmi, pokaždý, protože nemám naučený věty. Já když říkám furt stejně, občas něco odehraje v mým Makovici, vidím nějaký, někde nějaký impuls, tak se to chytím a na to pak rozvážu nějakou lomáčku v okolo. A to je podle mě to, jak asi by se to mělo dělat, protože u nás to evidentně funguje. Když se právě líbyl bubedník a basista z Motorbandu, tam byli samý bezvadný lidi, muzikanti. Láďa Křížek, když dával dohromady Krejson, pamatuju si, jak jsme byli někde na vesnici tam u něj, kde měl postavenou, připravenou tu scénu těch křižáků. A vlastně chtěl celý Motorband, jako že udělat Krejson s celým Motorbandu. To jsme samozřejmě řekli, že ne. Basák, ten mi dal kopačky, ten mi řekl, že nepůjde. Hele, já jsem to zabalil ze dne na den. Ze dne na den jsem všechno prodal, ostříhal jsem vlasy. No a pak už jsem vyhral s kabátama. Když došlo takový stagnaci, tak jsem dostal nabídku od Ládi Křížka, když mě bylo nějakých 21. No a tu nabídku jsem vzal, takže já jsem z toho Motorbandu pak odešel. No a já jsem skončil na stavbě jako přidavač. My jsme to vždycky brali, prostě opravdu jako koníč. Jo a ono možná je to dobře, protože Libor tam, kde začal, tak taky skončil Matejčík s tím Motorbandem. On furt nepřekročil tu hranici té zkušebny pro mě. Teda bohužel, že je to výborný kytarista, ale to je asi všechno. Člověk si můj toho věří, anebo může být zalezlý celý život ve sklepě. U Radim Pařížek mě řekl, když se ti nelíbí písničky, si založ svoji kapelu. A řekl mi to po třetí a se mi založil. Když mi ten basista z Motorbandu řekl, že mě nemá zájem, tak jsem si vzpomněl na Karla Adama z Mopedů. Křížek, Jadl, Bartoň, Hafo, Karel, Adam. Přijeli za mnou a jdeme si pro tebe, prokytali studentov v tom zmyslu. V tom karismu jsme se potkali jako velice silná sestava, velice silná parta skvělých čtyrech muzikantů. Prostě to, když pustíš Crusaders nebo Křížáky, tak prostě nemáš k tý produkci, co by si dodal. To byla s Matejčíkem a Steinem, s Bartoněm a s Adamem, to byla nejslnější štěřka, ze kterou jsem udělal. Křijson Měl producenta Honzu Němce. Я о нем практически говорила каждый день, я с него черпаю с этого человека, потому что это было такое ведение этой доски и продукции, что я не испытывал. Я просто не испытывал, что один человек урочал как бы все, как кто играет на киталу, какие бубни там будут, когда я играл два кратка, когда один, а я просто говорю, что это мазер. Я играл с Хафом очень долго, а с тем, что мы сполучили, в начале нашей сполучии, ту большую школу, в Хонзи Немцах. Там я почитал совершенно разные вещи о музыке, как их слушать. И мы с Хафом это вместе с этим. Все, что было на нас, оба двое, мы сняли, и мы понимали, что это было так же. И в музыке было знамо. И люди были очень интересны, на эту капелу. Они были просто автограмиады. И было так, что человек сделал это хорошо. Он был счастлив. Да, конечно. Я всегда мил визу моторбанду. Никто не возьмет. Я просто мил это от начала. И когда я был в Крайзону, то я был вторым моторбанду. В Лаѓе это немного не любит. Так, что было славит. Крайзону чуть-чуть витахнулся моторбанду. Ну а там был власне Якуб Фујтік на басу, Рене Шелдхауэр на китару. Власне Либор и я. Это была целая сестава. Это Миландайн. Так, что мы быстро начали демо снимки. Я был за Владио Кочандрлэм. Ему мне понравилось. Он сказал, что это супер. Это играет прекрасно. Капала шлапа. Моторбан, дидаме. Мы хотели смотреть на телевизи с друзьями. Либор хотел спать, потому что он был соответствующим. Он хотел готовиться на свой выкон, чтобы он будет играть соло на титару. Потому что, если бы он играл на басу, так спать не потребует. Но, когда он играл соло, так потребовал бы спать, чтобы там было. Та зубоведность, пиле. Трвало то уже несколько лет. Миландайн был таковым членком в титару, где там не была въбез чистота, что он хочет делать, потому что он нам зруба два крат в том роце ознамил, что кончил. А мы с нами были ест турнец с кабалтами. 13 концертов. Уже он был на планирован. В патеке мы мили скушку, а спать мы мили в одессе на первом концерте с кабалтами, а Миландайн закончил. Он сказал, что никуда не едут. А мы с ним могли. И был конец второго моторбанда. Деска рок-н-ролл вышла, никогда не натошил клип. Никакого реклама, никакого реклама не произошло. не было никакого реклама. Никакого реклама, Я был конец, но тотально знеоднокен, тем, что он делал зпевалка. Это было время, когда я закончил на работе. Так что психика на дне. Звонил мне телефон, а там был Михаил Павліщек, который сказал, что он хочет в порядке на клапочку. Ну, я бы сказал, я идем хладик, а не Михаил Павліщек. Так что это была хорошая сестра. Роман Драгу на клавеси. Человек цвитит, как споют пять людей, как раз спорят. Это споли функция, как это нечисто. В этой музыке. Это было бы так, как это было доброе, что я выбрал, чтобы китарный сет был отличный, а при этом интересный. Когда человек имеет музыкантские взоры, а играет, а достает себя между людьми, которые что-то смогли в этой музыке, так это прекрасно. Это прекрасно, что человек с Петрым Яндом, с Олдом Рийхом, а с Хладикем, а с Павліщем, а с другими людьми. Это же параднень. Хрял я чашку брихты, а что мы в той дубе не видели, что это будет в лучшем брихтовом обдобе, потому что натощил барак на острел, дивка с перлами во влазах, а там отца я шел до Витакиту, к Долежалове. Так что я достал набитку до Витакиту, так что я пришел с Крэйсоном, и мы начали играть с тих людей, с которыми мы встретили в Крэйсону, как мы встретили в 1995, в Витакиту. Это было немного другая категория не в Крэйсон. В той дубе целый метал как бы был, с той сцены немного взрослым. Витакиту не было так. 1995 метал полностью уснул. Витакиту был в Крэйсоном и там было 150 людей. Витакиту мил также добрый потенциал. Храло нам сквелое, что капела храла очень шутовая музыканская езда. Как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, профессиональный engagement. Однажды мы играли перед Iron Maiden. А сцены мутно с демокрови несклюзовы. И, как бы, в мурии в Крэйсон. В Крэйсон через конец, подсеку на странице. И там нико МакБрайн Бублинік и кукал си на нас. Он еще в пасене на меня удивлял. Я был витакиту выхозен. Шефом капели. Карл Адам и Хафл с тебя Все остались и закончили. На музыку я как-то ненавзел. Я был так нащтваный на все. Такие дивные отношения между людьми. Я пустил себя в хоккею, и мне это очень нравится. Чыбило мне это. Когда я был новый обор чиновников, то музыка в каждом человеке является... в нем. И не можно так сказать. Так это отходим, а уже никогда не буду делать. Так что я встретил Пепу Шутарову, а мне понравилось, что он мне пучил видеоказету, где он спевал в «Сутежи» к Дореме и карусо шоу, а он выиграл. А когда я пустил, то я сказал, что я спевал, что я спевал, что я песня, что я петь. И мне пришла дума, что я мог бы снова как бы что-то натурировать, потому что я фут дома играл. Я снова шутил эту визу. Я сказал, что это будет. Я из этого Пепи я это до него натуриваю. Он должен быть как-то тренер. И Либор говорит, что он сказал, что он спит, что он спит, что он спит. Я цепил голос, а интонация, а драйв, драйвовый способ. Я сказал, что это он. В «Беден Хазе» что он спит, что он спит. И это было визу, и это было на человеке какое-то чувство, потому что капелла на 10 лет, а потом делала камбэк, то есть, что многие были в «Хлебнике» и в «Хлебнике», которые нахрадили эту позицию, которая была предложена. «Беден Хазе» «Беден Хазе» «Беден Хазе» «Беден Хазе» «Мне как «Беденихо» и сказал, что «Радо», но надо играть на бедене». Мне не было, что я не играл на «Будни», что я не почитал. Три месяца я получил такого стаба. Я начал строить третий мотор-бен 2003. Люди ожидали, кто смыслит на «Хлебнике» и люди могут сравнить. Мы были вместе с нами. день о денье. Там стал нашим менеджером Лиша Хушка. Там было бы дать спонзоры таким образом, что это были сердца моторбанды, как я, и один из них не дали вытаскивать пол миллиона и дать пол миллиона на реализацию этого проекта. Там мы первые кушли с Манчо, что касается продукции, где я сказал, что за пол миллиона нетуточте целый ЛП, наточте 5 вещей, уделайте nějaký IP, таковую kombinацию, а то есть материалы, но дайте прахи до пропагации. Так что я часто послешил с тем клипом, который был очень дорогой. что за пол миллиона на реализацию, что за пол миллиона на реализацию, Я думаю, что эта продукция очень хорошая, и продукция, который был искусственным человеком, Карл Адам. Мы были на все деньги, на облечения, на снимку, на клип. Но эти деньги были разрушены, а не знали, как. И продаватель Орека Мультимедиа, которая нашлибовала нам, что это было доброе, так эта фирма скракала. Так что это была первая рана, до капели. Relativно уснуло, потому что деска с этими прикраками, 2-3 раз пробег в тел, дескан один сомен был в хитпараде, и потом уснуло. Мы ждали второй, или в любом случае третий, ружье с motorбанду, там ничего не поменялось, не на таком уровне, как мы и ожидали. По выдаванию мы могли бы отъезд от 6 конецов на Заред. Ты были очень плнены, там было минимум 12-15 людей, но где-то было 2,5-3. На концертах, на котором было 12 людей, я был в кассе лиски за 550. Так что кто-то не мог натискнуть те самые серии лисков и на меня се заходить. Вместо того, чтобы я уделал 1-2 кшефты, так я их уделал 9, и со Словенским. Так что я взял немного на себя, а когда я увидел в Плзне нарваную локомотиву к праскнутию, тунус покоеных людей, а кокнул я себя до смутной кашечки, так я на шатне разходил руточки, ножки, встрих ворла, и взяли меня с набехом на инфаркт до военнослужащей в Плзне. Власне, деньги с 20 лет праце вылетают коминем. Мне нравится, что в последних выборах, которыми я забывал, я был успешней. Радше бы я был успешней в музыке, потому что, чтобы я эту музыку мог делать, я мог бы сделать это на что-то где-то. Мотурбэнт я просто не забыл, я это говорю на ровню, потому что мы не забыли, это было пабиркование, если бы мы играли в первых лет 2003-2004, 2005-200, 25 концертах, концертах, но это было по крайней мере, в таких плохих временах на фестивале, на меньших порах, так что настало такое время, какого-то проживания, какого-то плазения по дни, не знали ли мы, куда-то, куда-то. В 2005 году я получил лану от «Кисс Фротербэнду». И это было не только «Кисс Фротербэнду», но я взял это, потому что я хотел бы это хранить. А в моем парне капелла фурт дрожила, фурт дрожила, были по громаде и хотели мы покрачевать дали. Я Либора знам уже несколько лет дольше, чем он мне. Мотурбэнт хрял у нас кушек от нашего барака на фестивале, таковым малым. Ну а я же там не могла видеть, потому что я всегда ездила на Мотурбэнт, а дивила я себя на Либора Матэйчика, как он очень рад, как он красивый, так, что с ним нужно познакомиться, так что это было. Я тоже выбрала, но позвольте. Я очень желаю меня, кто меня будет миловать, кто меня будет поддерживать, кто меня будет уважать. И я думала, что это будет достаточно. Запомнила я, чтобы помнить, чтобы было немного прахнала. Реальность была очень твердой. Реальность была очень твердой. Как ты делаешь сейчас? Трочку то развеять. Провокуешь меня? Ну, умеешь меня то захрят. Реальность была очень твердой. какой-то маленький пламин, чего он всегда шутит. И когда начинает просто разгоровать, то в нем загорит. Он начинает говорить, что это оно. А теперь, когда нечему начнет верить, я скажу, что теперь это уже оно. Что это равно клапнет. Когда приходит то, что мы начинаем хроматить, или есть ему такие вещи, которые... Целы, который ему целый взрослит, они жутят в прдели. Потому что, как человек очень много верит, то, когда он не поведет, то все будет в чудо. И человек очень скромный. Матча думал, что Томаш Еролима, из первой группы. Он был там два года. Два года. И это тоже, как раз, это время этого года. И Хонза Тужимский с Фара Кайно мне поручил спевка, Радка Попила. Я это рассказывал от Карла, что они имеют лучшее спевка. Я не давал ему так, как капелла цитила, но все, что все прошло, и жизнь идет дальше. В конце концов, он был продюсент, Хонза Немец, из Ханно Веру. Я знаменитый это название, но Хонза поднял мне одну важную вещь, что он не любит Бубенник, как играет. Он сказал, что Бубенника не хочет на этой доске. Он хочет Хафа. И я в капелле старался вспомнить эту ситуацию. И они уразили, так что закончили, а если не будет Роман, он тоже не будет играть. И в этом это закончилось. Так что я остался сам, а спевка. Наступил Хафа, когда мы схланили басака и китаристу. Кэрл самостоятельно приймал Набидку, когда увидел, что там будет Хафу на Бубни, а что это производит Ханзо Немес, так что Карол Адам приймал на битку CD'чка Харзов Думыши. А тим уже какого-то 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 капитана. Карол Адам мое место в Кризон, в 91. а потом в 95. году в Витакиту. 2003 нам сполупродуковал басу на album «Сатисфакция». Потом мы в 2008 в Аббэбэбэду и наконец закончил «Моторбэбэду». «Сатисфакция» «Мой сполуподник» «Зпев» наступил в Немецке и целью продукции рождал «Hон за Немец». «Напитал» «На это не, мы не могли нам «Стим, что мы с ним домовили подили на зиску». Деска была прислана до всех возможных часописов и ледзин, которые пишут о музыке. Она была очень позитивно критикой. Но, по-моему, никто никого не знал, только добрый почит. Деска в Чехах не вышла. Это была последняя сестава, что все будет супер. И это закончилось. Все из этой капелы имеют боковую капелу, так что от Motorband пойдет на другую колу, а я возьму ангажма обрит. И это было начало конца сеставы. Три люди из Motorband, ФАБ Банда. Клода Кришпин. Такая специальная парта. Хазе, Адам, я и Клода Кришпин. Мы с Карлем Адамом планировали капелу, когда мне было 17 лет. А не было к тому, что я уехал. Карла Адама знал уже 10 лет. Но с Клуками, с Мачоу, с Биняк Хазе. Там была такая партичка, так что я с ним встретил у Алеша Бриха. Это была замечательная партичка. Ни Брихтою, а не любил, ни Брихтою не любил, ни Брихтою не любил. Так что нас выхудил Брихта. Все четыре. Это были такие, которые были в моих любимых мостах. Это было к Кричи Жалмаре. Это была такая шафловка. Тэррррр. Субтитры делал DimaTorzok 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 Это Плзеницы, не? Тепличасы. Мы знали это так перед 30 лет. Мы знаем, что там было в Моторбэндии. Начинал там Камил Стриявка. Когда-то давно. Но я знаю. Но это даже одна из первых серий, который вышел в этой републике в революции, или в 88-м году. Знаете скупину Моторбэнд? Знаете, знаме. Мы на ней были в рели... не знаю, в какой год это было, но я знаю, что мы на ней были в Моторбэндии. Знаете? Спортная. Стриявка там играла, супер капела. Да, мне нравятся старые писточки. Да, тоже старая история. Ну, не знаю. Не. Не знаю. Знаете? Доброе утро было, когда-то там спела Камил Стриявка, а потом уже... Ну, знаме. Я не знаю, но я не знаю, как бы на концертах не было. Знаем. 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 Потому что уже некий рок таки хранят, а таки послушаю. Знаете скупину Моторбэнд? Да, конечно. Либор Матяйчек, как бы я не знал, таки я имею их винил, Матин Германи, Камил Стриявка, второй лучший спевак в нашей земле, Поладьови Кришкови, так там зачинал, что оно. Таким, таки на новой деске, а что с ними происходит? . Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok